Новости спорта продолжают эфир УТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Новосибирск. Футбольный клуб Новосибирска завершил сезон поражением. Мы на шестом месте в таблице. В субботу сибиряки принимали соседа по турнирной таблице на звезду из Перми и уступили со счетом 1-2. За финальной игрой сезона наблюдал Михаил Якимов. Исполняющий ребёнок. Из которых довольно много приехало в Новосибирск. Мы сегодня сыграли последнюю игру. И команда на 99,9 не будет существовать. Считаю, что очень жалко терять такую команду. У Новосибирска эта игра тоже была последней, но только в сезоне, а не в истории клуба. И игроки тоже хотели подарить позитивные эмоции своим болельщикам. С самого начала второго тайма игроки Новосибирска попытались переломить ситуацию, сложившуюся в первом. Взяли в свои руки инициативу, пошли в атаку, оказывали сильное давление на ворота соперника и у них получилось организовать несколько интересных атак, которые, к сожалению, голом так и не увенчались. Но, однако, заигрываясь впереди и стараясь контролировать мяч, несколько раз чуть не пропустили сами. Спас Максим Киселёв. Работы у вратаря Новосибирска хватало, особенно ближе к концу встречи, когда Алексей Гладышев получил вторую жёлтую карточку за срыв опасной атаки и был удалён с поля. «Звезда» немного выровняла ситуацию, но полностью отодвинуть игру от своих ворот так и не сумела. Соски напрягало, потому что мы получили удаление, у нас удалил связи на игру. Так что, я думаю, что мы по игре-то смотрели поинтереснее. Подходы были у нас хорошие, но не смогли реализовать. В самой концовке матча Новосибирск пошёл на финальный штурм. Игроки нашей команды заработали и исполнили несколько опасных угловых, но изменить счёт так и не смогли. 2-1 победа «Звезды». Ребята очень хотели победить после трёх поражений. И, на мой взгляд, на поле сегодня было видно, что они реально бились, старались, выложились. И сейчас в развилке все расстроены. Удовлетворения нет, скажем так, от игры от концовки сезона, от всего сезона. Финальное фото в конце непростого сезона. Команда вместе с болельщиками. Теперь игрокам предстоит небольшой отпуск, а к новому сезону Новосибирск будет готовить уже новый тренер. Клуб объявил, что не будет продлять трудовой договор с Павлом Могилевским. Сейчас ведут переговоры, и если они сложатся удачно, то имя нового главного тренера назовут уже на этой неделе. Поражением закончился и матч юношеской команды «Новосибирск-2007», который прошёл в воскресенье. Наши ребята в борьбе уступили с верстником из Екатеринбурга команде «Юрфа» со счётом 1-3. Единственный мяч новосибирца забили с пенальти в первом тайме. Да, опять детские ошибки при втором голе. Это прям детские ошибки. С ауто опять получаем гол, и этот решил исход матча. В первом тайме, я думаю, что была более-менее равная игра. У них было несколько моментов там, но у нас тоже. А во втором тайме после этого гола как будто вся команда вступила. С всяким соперникам это нельзя позволять себе. После двух туров ЮФЛ «Новосибирск-2007» занимает восьмое место в таблице. Следующий матч парни проведут 12 июня в Красноярске против Енисея. К другим темам новосибирские парафехтовальщики завоевали медали первого международного турнира «Мы вместе. Спорт». Причём большинство наград на счету семейной пары Максима Шабурова и Алены Евдокимовой. Соревнования прошли в Уфе и собрали сильнейших фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата из России и Беларуси. Шабуров, первый в истории Новосибирской области победитель параолимпийских игр, подтвердил свой высокий статус – два золота – в личных состязаниях саблистов и шпажистов. Его супруга Алена Евдокимова сделала серебряный дубль, взяв медаль в брапире и шпаге. Спортсмены поженились сразу после паралимпийских игр в Токио, где оба завоевали медали. Алена переехала в Новосибирск из Москвы и теперь выступает за наш регион. Также призёрами турнира в Уфе стали Наталья Афонина, у неё серебро и бронза, Виктор Дронов, Михаил Карпов, Никита Трофимов и Алексей Иваньев. Всего в сумме новосибирцы завоевали 12 медалей. На этом выпуск завершён. В студии работала Кристина Латта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok